Победа Благодарственное письмо вручается Марк Фаланце Роберту. Конечно, не буду повторяться, но самое главное хочу сказать, у нас в России очень много талантливых людей. И вот этот фестиваль, конкурс очень своевременно, потому что у нас очень много талантливой молодежи. И как никогда вот эти конкурсы, во-первых, принесут выступающим творческим людям знания, свою историю будут лучше знать и духовно будут обогащаться. Поэтому будет это хорошо, если это будет системно. Всем огромное спасибо вашему таланту в низкий поклон, а вам, создателя будущего, и спасибо за доверие. От всей души. Благодарственное письмо вручается Ковалеву Андрею. Спасибо. Аплодисменты админизаторам. Аплодисменты свитерам. Тройные аплодисменты участников. Аплодисменты админизаторам. Вас будет миллион! С днем победы! Спасибо! От чистого, душевного, духовного разговора. Я поделилась с Ольгой, что вот есть необходимость провести фестиваль, но не обычный фестиваль, фестиваль душевный, духовный. Олечка подключилась, договорилась с Дарьей, я открываю секрет. И вот Дарья воплотила нашу мечту в реальную жизнь. Дарья! Подождите, пожалуйста. Управление Министерства обороны Российской Федерации по вековечной памяти погибших при защите Отечества выражает вам благодарность за активную и благотворную деятельность по вековечной памяти советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом. Признательны вам за принципиальную гражданскую позицию в деле недопущения фальсификации исторических событий и фактов периода Великой Отечественной войны. Уверена, что вы и в дальнейшем продолжите эту очень важную историческую и нравственную отношение работу. Желаю вам творческой энергии и неиссякаемости достижения достигнутых целей, успеха во всех делах, исполнения замыслов крепкого здоровья, мира и благополучия. Начальник управления Министерства обороны Российской Федерации по вековечной памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский. Спасибо, друзья. Но это еще не все, Дарья. Также у фонда «Достойная память» есть один очень важный проект. Проект при поддержке Министерства обороны России. В 1990 году был принят закон о финансировании государством ремонта памятников над могилами умерших ветеранов Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, под этот закон не попадают ветераны, умершие до 1990 года. К большому сожалению, их могилки... В очень крутое состояние. Так вот, наш проект заключается в сборе средств по ремонту и восстановлению этих могил. Опять же, проект «Время Победы», проект, который учредила в свое время Дарья, и мы поддержали его, распространяем его по всему миру, проект взял под свое крыло вот этот проект по привлечению спонсоров на ремонт этих воинских захоронений. Более того, заслуга Дарья еще в том, что она уже нашла первых благодетей. И сегодня также от Управления по увековечению памяти Министерства обороны России будем вручать им эти благодарственные письма. К сожалению, они далеко от нас, но я уверена, что Дарья им передаст. Включается Санячи Сергеевна Анатольевича, Кобякулину Марату Марсеньевичу, И, друзья, гражданину Сербии Диану Беричу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Крутое спасибо, Дарья, спасибо. Наш путь только начинается. И вот это вот мероприятие показало, что мы можем работать в одной большой команде. Татьяна, Ольга виновница, она практически виновница всего этого, потому что она именно несла свет и душу в этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Дарья, спасибо, Дарья, спасибо. Еще один момент. В прошлом году, в период пандемии, фонд «Достойная память» с большой дружной командой, неравнодушных людей, множество волонтеров было. Мы собрались и развозили продукты питания ветеранам, к сожалению, но не могли, потому что в них были под стройким контролем, но мы развозили продукты питания детям войны и просто тем, кто нуждался в помощи. И 14 сентября прошлого года мы организовали благотворительный концерт с вручением благодарственных писем и сделали маленький сюрприз для тех волонтеров, которые нам помогли. Но главным в этом все-таки был Андрей Ковалев, который помог нам организовать это мероприятие. Поэтому, Андрей Анатольевич, от управления Министерства обороны Российской Федерации по вековечной памяти погибших при защите Отечества, вам благодарственное письмо. Более того, Андрей Анатольевич еще 14-го, так совпало, что тоже 14-е, в мае этого года на площадке подсолнухи, опять же, при его помощи и поддержке, мы проведем благотворительный концерт для ветеранов, для всех желающих, а главное, для детей, для детей-инвалидов и для всех остальных тоже с его помощью. Но сегодня он нам еще один большой подарок сделал, где мы будем проводить огромнейший большой фестиваль. Но об этом вы, наверное, сами поговорили. Продолжение следует...